военно-информационный канал до до 79 представляет именно армении сегодня конечно но это понятно как страна проигравший ту 44 дневную войну именно армения продолжает находиться и больше еще углубляется в это как говорится в этот страдательный залог вот страдательный залог по окончанию всего того что по прошествии того что происходит понимаете независимость армении государственной зависимости армении это было это было идеей образующий для вот этой независимости армении нынешней до комитет карабах который организовал тер петросян и имели выскочил был то премьер-министр да с этого начиналась идея независимости армении даже референдум об отделении армении выделение армении из ссср воссоединение карабаха с армении до единое армянское государство это было так сказать вот идея фикс хорошо это или плохо но это объединяло армянскую нацию вот в прошлом веке да во второй половине прошлого века когда где-то открылись архивы про геноцид армян в частности да и теперь она фактически дезавуирована карабаха фактически для армении нет карабах перестал быть как бы сквозной темой армянского дискурса внутри размерского дискурса нет этой идеи и страна во фрустрации в состоянии фрустрации потому что она растеряна потому что то что осталось от карабаха это та часть естественно которая осталась под у протекторатом российским и разве до правильного под управлением российский мир торс это это категорически ставится азербайджаном под сомнение потому что главный сегодня тезис баку вопрос о статусе карабаха больше не существует мы решили проблему окончательно статус это будет карабаха будет частью азербайджана то что сейчас там что-то осталось но это мы решим потом да и так сказать показательный сразу должны сказать что от этого зависит еще и пребывание миротворцев еще больше чем четыре года я очень сильно сомневаюсь что если вот так как сегодня будет проходить то азербайджан даст согласие на продлении этого статуса спустя четыре года россии просто возьмет и выведет не возьмет и она вынужден может будет вывести если азербайджан удастся как бы не удастся довести свой свой тренд до конца в смысле статуса признанного в смысле от полного так сказать полной дезвуации вопроса статусе карабах мы видим что баку сильнее вот это та самая ситуация сила ломит солома да они проремонстрируют свою силу свою ли ну хорошо хотите сказать тюркского мира кого они проремонстрируют если за спиной стоит турецкая армия турецкие беспилотники несколько легче проявляться я думаю что это очень серьезный дополнительный фактор но все-таки дополнительно я думаю что за бажанская так сказать как бы армейская подготовка была сама по себе достаточно мощной и главное к ней не были готовы армяне армяне себя конечно убаюкивали тем что они воинственным духом и будут никогда не сломить этот дух ну это так это правда но при этом в армении долгое время считалось что главный гарант независимости суверенности неприкосновенность армении это россия и это неправда оказалось потому что этот гарант как вам сказать исторически но он уже давно перестал быть реальностью потому что не может или потому что не хочет просто потому что он был гарант в основном не против азербайджан был гарант против принципе так сказать противостояния с турецким миром вот просто просто с турками просто с иноверцами да сегодня россия находится состоянии совершенно другого как бы тренда этот тренд ну надо как-то характеризовать нами еще языка его не найден этот такой неоимперский тренд восстановление новой новой имперской сущности россии не поэтому сегодня россия не не станет рисковать в надежде потерять то что она может еще приобрести а потерять она может своих миротворцев через четыре года если она будет активно поддерживать армению ну то есть вот надо смотреть на потерять армению которая обратится скажем к европе женя ну давайте вечер называть именами своими какая европа поможет армении в борьбе с тюркским миром с окружающей ее азербайджаном и турции но какая европа ну вот сейчас они поехали поедут 15 декабря встречаться в брусселе алиф и пашинян будет сидеть там их так сказать с путиным вот тут будут встречаться на неделю 26 кажется трехсторонние встречи еще до до буду встречаться потому что путин нельзя упускать инициативу так сказать европейские руки миротворческую конечно там будет речь в брусселе эти в первую очередь а не возможности как бы инвестиции европейских в инфраструктурные проекты вот в этом регионе короче россия не можете позволить вступиться за армению как из-за своего военного союзника в борьбе против азербайджана потому что азербайджан есть называется россии не менее сегодня важен и дорог из имея ввиду будущее это кстати будущую имперскую так сказать не у полить не имперскую политику да так что не надо в армении исходить из надежд на россию я не потому что это поддерживая здесь политика я посмотрю на реальности но они исторические сегодня уже спасибо за просмотр поставьте лайк и если вы не подписаны на наш канал то подпишитесь что думаете вы пишите в комментариях до новых встреч